Всем огромнейший привет, с вами Алис, мы продолжаем прочитывание визуальной новеллы Нарцисс. Мое время остановилось, мое сердце остановилось. Я лишь собирала никому не нужное знание. Своими днями я проводила надкарту, закрыв глаза и представляя, будто путешествую по незнакомым местам. В один из таких дней мое внимание привлекла фотография на обложке журнала. В ней красовалась молоденькая модель в окровенном купальнике. Она стояла на песчаном пляже на фоне изумрудного моря, о котором я всегда так мечтала. Жизнерадостно и беззаботно она улыбалась, глядя на меня с обложки журнала. Наверное мы были с неодному возраста, и то чтобы я ей завидовала, у меня ведь даже и купальника никогда не было. Мне он попросту не был нужен. Пижама всегда была вполне достаточно. Год за годом я проводила под этим хмурым пасмурным небом. Ни с кем не общалась, ни в ком не нуждаясь. Я вспомнила тот день, тот день в середине июня, когда впервые попала в больницу. Я вспомнила, как незадолго до этого мне купили новый купальник. Прошло столько лет, но мне так и не представлялся случай надеть его. Новенький, будто только из магазина, синий школьный купальник. Я достал его из ящика впервые за все эти годы. Немного смущаясь, я сняла пижаму и попробовала его надеть. И была поражена. Прошло уже столько лет, а он сидел точно по фигуре, как будто его только сегодня сшили на заказ. Девушка все так же улыбалась в месобложке журнала. На фоне изумрудного моря, уверенная в своей привлекательности. Она смотрела на меня со счастливой улыбкой. Мне было... Грустно. Нет, я не завидовала ей. Наверное, я мечтала побывать на ее месте. Я знала, что это невозможно, и от этого желание только усиливалось. Но... Шрам на груди заставлял меня просто смириться. Он будто говорил мне, что вся моя жизнь лишь мой маленький мир грязь. 22 января 2005 года. Заходящее солнце окрашло небо в золотистые янтарные тона. Мы, как всегда, ехали, куда глаза глядят. И что нам теперь делать? У нас почти закончились деньги. Эй, скажи. Она неожиданно заговорила, прервав мои раздумья. Тебе разрешают принимать ванну? Да, только недолго. Понятно. И мне так же. Теми, кто мог не разрешить принимать ванну, естественно, были врачи в больнице. Вообще, это было не такое уж редкое явление, чтобы пациентам запрещались водные процедуры. Обычно это касалось больных с осложнением на пищеварительную систему или почки. Но, вероятно, у нее были проблемы с сердечно-сосудистой системой, как и у меня. А к чему ты спрашиваешь? Хочешь принять ванну? А нельзя? Да нет, что ты. Я и сам не прочь. Вот только возможности у нас весьма скудные. В гостинице было бы просто прекрасно, но на это нам не хватило бы денег. Да, может, поищем общественную баню? Общественную? Но это все, что мы можем себе позволить. Нет, не надо. Уверена? Прошло три дня с тех пор, как мы сбежали. На седьмом этаже мы принимали ванну дважды в неделю. И два раза в день обтирались влажным полотенцем. Хорошо еще, что в это время года не жарко. Да и сидя в машине, особо не испачкаешься. Но все же. Чем тебя не устраивает общественная баня? Неужели стесняешься? Да нет, ничего подобного. Солнце уже село, и в небе светила луна. Недалеко от дороги я заметил здание, похожее на нашу школу. Хм, может тут? Съехав на обочину, я остановился у дворота. И повернувшись назад, начал перебирать кучу беля, лежавшую на заднем сидении. Где-то тут должна быть пара полотенец. Ах, вот и они. Дешевые потрепанные полотенца с надписью «Строительная компания Сера Айси». Наверное, один из подарков, которыми они так любят разбрасываться. Подожди, я отойду ненадолго. А? Взял с собой полотенце и направился к зданию школы. Ворота, естественно, оказались закрыты. Но перелечь через них меня составила большого труда. Почти сразу я нашел то, что искал. Водопроводный кран для поливки газонов. Я повернул вентиль, и ледная вода охлынула из трубы. Намочив полотенце и хорошенько их выжив, я вернулся к машине. Вот, держи. Протянул я одно из полотенец. Я снял свитер и начал обтираться вторым. В теплом салоне автомобиля прохладное прикосновение, а полотенце приятно ободрило. Давай, все же лучше, чем ничего. К тому же это довольно приятно. Ладно. Она потихоньку начала растягивать пуговицы на рубашке. В отличие от меня, она не стала снимать одежды. Растягнув рубашку, она стала протирать себя под ней полотенцем. Эй, что? Не смотри. А, извини. Впервые я видел ее такой, слегка смещенной, немного сердитой. В тесном салоне автомобиля мы сидели спина к спине. Ну как, приятно, да? Ого. На улице было уже совсем темно. Тусклая лампочка сверху освещала салон. Словно в зеркалах, наши тела отражались в окнах машины. Когда она сняла рубашку, он невольно заметил длинный шрам у нее на груди. Значит, и ей тоже делали операцию? Не знаю, после каких операций остаются такие шрамы, Но он был гораздо больше моего. Скажи. А, что? Он настолько... Странный. Все так же, повернувшись ко мне спиной, она спросила, глядя на мое отражение в окне. Густые серые облака заволакивали в небо. Прошло три дня, а мы все так же бесцельно скитались по незнакомым местам. За последнее время мало что изменилось, разве что по пути мы наткнулись на горячие источники. И поскольку там никого не было, нам наконец удалось нормально искупаться. А в остальном, мы просто тратили последние деньги и сжигали последние литры бензина. Еще не надоели? Да нет. Мы, как обычно, ели дешевые нигири из магазина. Хоть они и были лучше, чем еда в больнице, но не настолько, чтобы питаться ими постоянно. Ну что, не говоря ничего другого, мы не могли себе позволить. Надоел этот шум. А, какой шум? Машина шумит еще сильнее, чем раньше. Ммм, действительно. Я как-то не обращал на это внимания, пока она не упомянула, а ведь звук был действительно громче. Видимо, все из-за трешнувшего глушителя. Но нам еще повезло, что я не проделал что-нибудь более существенное. Впрочем, сейчас куда серьезнее обставила проблема с бензином. Датчик уровня топлива был ужин на пять минут как на нуле. А денег, к сожалению, оставалось всего 900 йен. За такие деньги нам точно не заправиться. Если у нас кончится бензин, мы останемся совсем беспомощными. Не имея особого выбора, я начал искать заправочную станцию. Причем не любую, а с самообслуживанием. По счастливому стечению обстоятельств. До одной из них мы набрались прежде, чем захлопк двигатель. Я остановил машину возле ближайшей колонки. Пойду заправлю машину. Хорошо. Только оставайся в машине, ладно? Она не ответила, но думаю, она догадывалась, к чему я это сказал. Пока заполнялся бак, я осматривался вокруг. У соседней колонки стала еще одна машина. Весь обслуживающий персонал, судя по всему, находился внутри небольшого строения, прилегающего к заправке. Наверное, там и производилась оплата. На стене висела инструкция, в которой говорилось, что сперва нужно заправить автомобиль, а затем оплатить на кассе. Если отбросить последний пункт, я взглянул на счетчик. 23, 24, 25, 26. В прошлый раз казалось, что цифры бегут слишком быстро. Сейчас же, наоборот, время тянулось слишком медленно. Как и тогда, волнение постепенно нарастало. Цифры продолжали расти. И уже показалась отметка в 40 литров. Еще чуть-чуть. Добрый день. Это был один из работников заправки. Черт возьми, я не заметил, как он подошел. Подкачать колеса не нужно или пепельницу почистить? Эээ, нет, все в порядке, спасибо. Ладно, ладно, знаете, надо быть осторожнее в это время года. Холодеет все-таки. Затем он у службы начало протирать стекла. Конечно же, самый неподходящий для этого момент. Топливный бак заполнился. Гудение насоса прекратилось и сменилось звуком печатающей квитанции. Просто отнесите его туда и оплатите на кассе. Молодой человек указал в сторону здания неподалеку. Я держал в руках квитанцию и в растерянности смотрел на нее. Что-то не так? А нет, все в порядке. Совсем сбитый с толку я вернулся в машину и завел двигатель. Что ж теперь делать? Работник заправки все еще возился с машины, протирая заднее стекло. Если сейчас давить педаль газа, мы без проблем сбежим, но он наверняка запомнит номер машины и через пару часов нас арестуют. Ладно, сейчас главное убраться отсюда. Собравшись с мыслями, я отжал сцепление. И в тот момент, когда я уже собрался переключить передачу... Вот. А? Можешь тратить. Достав конверт, она вынулась из него десятитысячную купюру и протянула мне. У тебя все это время были деньги? Я не мог поверить, что все это время у нее были деньги, она молчала. Ведь мы каждую иенну берегли. Так почему ты раньше мне ничего не сказала? А ты спрашивал? Ну нет, конечно, но... Вот потому и не сказала. Такими словами, она отвернулась к окну, не произнося больше ни слова. Мы снова были в пути. Баг был полон, но, к счастью, мне удалось за него заплатить без всяких неловких вопросов со стороны персонала заправки. К тому же теперь у нас были деньги, около пяти тысяч ян. Оставшиеся со сдачи за бензин. Но вся эта ситуация с деньгами не выходила у меня из головы. Так, давай разберемся. Вот, держи остальные. Что? Она перебила меня и притянула конверт, прежде чем я успел закончить вопрос. И ты не против, если мы их потратим? Да, нет, не против. Я заглянул внутрь конверта. В нем лежали еще четыре десять тысячных купюры. Но было больше денег, чем нам, вероятно, могло бы понадобиться. Это все, конечно, было очень здорово, но теперь у меня возникал еще один вопрос. С какой это стать, у нее с собой было столько денег? Жизнь в больнице не предполагает, что у тебя под подушкой будут лежать пятьдесят тысяч ян. Вот это совсем другое дело, если она действительно собралась сбежать. Слушай, ты всегда говорила, что не хочешь умереть на седьмом этаже, верно? И дома тоже не хочу. Да, как и я. Когда ты собиралась отправиться куда-то еще, да? Именно для этого у тебя и было столько денег? И еще я вспомнил, как она сказала прежде. Собиралась пойти куда-то, пока еще были силы. Она тогда еще спросила, собираюсь ли я остановить ее? Или же пойти вместе с ней? Значит. Все же было какое-то место, куда ты собиралась пойти, да? Пойти. Да нет. Тогда или нет? Нет, никакого места. Нотка печали прозвучала в ее голосе. В таком случае, получается, она все время готовилась сбежать, хотя ей некуда было идти. Не представляю, кто бы стал заниматься столь безнадежным делом. Но глядя на нее сейчас, что-то мне подсказывало. Она как раз такой человек. А ты хочешь куда-нибудь? Я? Да нет. Не передразниваю. Да я не передразниваю. Мы продолжали ехать, сами не зная куда. Парень сбежавший с седьмого этажа без лишних раздумий, девушка, готовившаяся к побегу, но не решающаяся убежать. Но. Знаешь, я хочу поехать куда-нибудь. Все равно куда. Э? Я просто хотел, чтобы у нас были хоть какая-то цель была. Слушай, может все-таки отправиться к этому острову, о котором ты говорила? Ведь теперь мы можем себе это позволить. Мне действительно было все равно. Куда бы мы ни поехали, лишь бы это было бы не седьмой этаж, а не родительский дом. И лишь бы мы не мотались бесцельно, как сейчас. Мне хотелось, чтобы хоть что-то указывало мне направление. Что скажешь? Хочешь туда поехать? Пицца. Не особо. С этими словами она равнодушно повернулась к окну. В своей обычной манере она смотрела куда-то вдаль. Интересно, о чем она думала? Чего она хотела, на что надеялась, убегая вместе со мной из больницы? Шоссе номер один. Я любила разглядывать карты. Шоссе номер один, протянувшийся через всю страну машины и поезда, на которых можно было отправиться куда угодно. Но сколько бы я ни смотрел, а сколько бы нового не узнавала, все это не имело смысла. Все это оставалось только в моем воображении. Действительно, постепенно, действительно, постепенно теряло краски. У меня был школьный купальник, у меня была карта. Чего у меня не было так этого будущего? За окном был огромный мир. Но в нем не было места для меня. Мир, которому мне не суждено прикоснуться. Закрывая глаза, я попадала в другой, вымышленный мир. Но ведь он всего лишь пустышка, а реальность оставалась в реальности. Я все это понимала. Я понимала, что мир моей грезы – это все, что у меня когда-либо будет. Но все же, я не могла ни мечтать, я не могла ни надеяться, я не могла ни желать. Залитые солнцем пляжи, бикини, изумрудный блеск моря, страшные эрубции на груди без конца напоминали, что пора уже сдаться. Пора смириться с тем, какая я есть. Но я провела половину своей жизни в больнице. И кроме серых будней у меня не было. У меня был только мой крошечный, вымышленный мир. И даже единственный выбор – выбор между домом и седьмым этажом. Даже я его не смогла сделать сама. Я чувствовала себя каким-то невероятно жалким существом, не способным найти себе место в этом мире. Я прожила так уже 22 года. Поэтому хотя бы сейчас, позвольте мне поступить по-своему. Вышептав эти слова, я почувствовала, будто время, остановившееся до сих пор, снова двинулось вперед. В тот день я ощутила боль в груди. Мое обижительное сердце мучительно билось. 26 января. Шоссе номер один. Город Хироцку. Облака расселись. На голову село чистое зимнее небо. У нас все еще не было цели, но, по крайней мере, были деньги на еду и бензин. Прошлым вечером он так и не ответил на мне, но я все равно продолжал везти машину на запад. Единственная проблема была в том, что я совсем не знал местности, а на платное шоссе тратиться не хотелось. Все-таки деньги у нас были не бесконечные. Пока я размышлял об этом, размышлял об этом, мы привлечились к крупной дорожной развязке. Не обращая внимания на указатели, я собирался поехать прямо. Тут налево. А? Налево поверни. Неожиданное указание от моей спутницы. Удивляясь ее внезапным словом, я тем не менее повернул налево. И мы выехали на широкое шоссе. Чего это ты вдруг захотела повернуть в эту сторону? Это первое шоссе, езжай пока прямо. Пока? Непривычно было слышать в нее подобные слова. Я, конечно, помнил о том, что она прекрасно знает географию и ориентируется на местности. Но прежде она никогда не изъявляла желание направиться куда-либо конкретно. Неужели ты передумала? Ты все-таки хочешь отправиться туда, на остров Аладзи? А что, нельзя? Нет, я вовсе не это хотел сказать. Мы уже несколько дней бесцельно скитаемся. Я все надеялся найти хоть какую-нибудь цель. Она лишь с отвешенным видом смотрела в окно. И вдруг услышать в нее подобное, это было совсем неожиданно, весьма. Не то, чтобы я на что-то надеялась. Что? Не то, чтобы я хотела бикини, как... Ты вообще о чем? Да, так, ни о чем. 20 января, шоссе номер 22, город Нигуэ. Мы продолжали ехать по залитому солнцем шоссе. Резкие повороты и крутые склоны, как коны, остались далеко позади. Теперь мы ехали по относительно ровной местности. Кстати, а где мы сейчас? В фектурайте, недалеко от Нагори. Мы все еще избегали платных шоссе, стараясь экономить деньги. Поэтому подъезжали к городу по обычной дороге. Никогда бы не нашел эту дорогу самостоятельно. Нам благодаря моей спутнице дела шли неплохо. Она разбиралась в местности даже лучше, чем GPS-навигатор. Я понятия не имел, откуда она все это знала. Но думаю, мы были на верном пути. На следующем перекрестке свернил 22-е шоссе. Понял? Я перестроился и свернул на указанную дорогу. Куда ни глянь, за окном бурлила городская жизнь. Впрочем, постепенно эта картина сменилась тихим преградам. Слушай, может остановимся перекусить? Я указал на небольшой семейный ресторан, расположившийся возле дороги. Мы в последнее время только покупные нигири едим. Все-таки мы так питались не потому, что нам это нравилось. У нас почти не было денег, а подобная еда довольно дешевая. Ее везде можно купить. Но сейчас у нас были деньги, мы вполне могли себе потратить немного. Давай хоть раз поедим как следует. Меня и нигири вполне устраивают. С этими словами она отпустила, верлядь, на свою одежду. Хм, ну конечно, никто не захочет идти в ресторан в подобном виде. Но туда, может, сперва зайдем туда? Куда туда? Вот, взгляди, магазин одежды. Я указал на небольшое двухэтажное здание на другой стороной улице. Это был один из тех дешевых сетевых магазинов, которые частенько встречаются возле крупных крас. Уверен, мы найдем тебе там что-нибудь симпатичное. Зайдем туда, ладно? Я припаркую где-нибудь здесь. Она ничего не ответила, но и возражать не стала. Молчание знак согласия. Пора уже начинает думать о таком ключе. Иначе мы так далеко не уедем. Мы вместе вошли внутрь. Она бродила по двум большим этажам магазина. С любопытством разглядывала товар на витринах. С виду она оставалась такой же, как всегда. Но было что-то еще. Фотмехан оказался совсем не такой безразличной, отчужденной девушкой, как раньше, когда мы сидели в холле и смотрели телевизор. Раз за разом она останавливалась и задумчиво разглядывала ценники. Раз за разом она исчезала в примерочной и появлялась в что-нибудь новом, спрашивая мое мнение. Ну как? Я пожимал плечами. По-моему, весьма неплохо. Не глупо выгляжу? Да нет, нормально. Это она на мгновение задумывалась и уходила примерить что-нибудь еще. Она ни разу не засмеялась и даже не улыбнулась. Но мне казалось, что в тот момент она была по-своему счастлива. Ну как, остановилась на чем-нибудь? Ого, вот это. Она показывала мне наблоску с широким воротом и короткую юбочку. В этой одежде она была похожа на школьницу. Но, судя по всему, выбор ей нравился. Она ведь говорила, что старше меня. Я невольно улыбнулся, глядя на ее новый наряд, вызывавший еще больше сомнений в возрасте. Ты уверена? Может, стоит выбрать юбку подлиннее? Э? Нет, нет, не пойми меня неправильно. А ты прекрасно в этом выглядишь. Просто на улице все-таки зима. Уверена, что не замерзнусь так. Да нет, не замерзну. Ну, потерплю как-нибудь. В тот момент я заметил легкий румянец на ее лице. Неужели она засмущалась? Девушка на лице, которой обычно не видишь и намекана эмоция. Да уж, это что-то наимка. Через пару часов мы снова отправились в путь. Серебристая Хонда все так же стремительно мчалась по трассе. Правда, поврежденный глушитель все больше давал о себе знать. На следующем перекрестке свернили 21-е шоссе. Понял? Подобно говорящему Атласу, она постоянно указывала мне дорогу. И скоро мы въехали на территорию префектуры Гифу. Все это время она обычно смотрела в окно. Просто за исключением одного. Но Атласа смотрела не куда-то вдаль, а укратко любовалась своим отражением в боковом зеркале. Что? Ничего, смотрю тебе пришлась по душе новая одежда? Да нет, ничего особенного. Ее взгляд вернулся к пейзажу за окном. Но через пару минут она снова наклонилась в зеркало. Все-таки девушка есть девушка. Пусть это и была такая мелочь, но в тот момент она мне показалась очень милой. Стемнело? Остановившись на обочине, мы заканчивали наш скромный ужин. Интересно, как там они сейчас? Я произнес эти слова, глядя на свой браслет. Мы все-таки носили еще эти пластиковые ремешки с нашими именами и группой крови. Наверное, просто с ума сходят? Как думаешь? Наверное. Да уж. Наши родители друзья врачи. Как бы они к нам не относились, я немного сожалел о том, что мы причинили им столько беспокойства. Простите меня. Я поступил эгоистично, не подумав о вас. Скажи. А? Когда ты впервые узнал, что скоро умрешь? Ты плакал? Это был неожиданный вопрос. На минуту я задумался, пытаюсь вспомнить тот момент. Нет, не думаю, что я плакал. Тогда, может, ты проклянул свою судьбу, спрашивая, спрашивая, за что же тебе такая участь? Ну, такого я тоже не помню. Помню-то, сперва я просто не смог поверить в происходящее, будто меня все это не касалось. Но, может быть, может быть, нечто подобное я все-таки почувствовал. Один из моих университетских друзей купил себе новую машину. И все жаловался, что ради этого ему пришлось залезть в кучу долгов. Кто-то окончил университет и нашел работу, а кто-то остался на пересдаче. У кого-то родилась дочь, кого-то опять бросила девушка. У них у всех было будущее, только не у меня. Наверное, я действительно задавался подобным вопросом. Насколько я бы себе не говорил, что это моя судьба, я отказывался принимать ее таковую. Ну, а, как ты приняла это? Я? Ну да, ты плакала? Или проклянула свою судьбу? Но было все равно. Как так? С самого начала я ни на что не надеялась. Я смирилась со всем. Ах, вот как. Действительно, так гораздо легче, когда с самого начала ни на что не надеешься. Отворачиваясь от жизни, ты, безусловно, многое теряешь. Но при этом ты избегаешь боли и разочарования. Только не слишком ли тоскливо так жить? Трудно было представить, что кто-то пошел на такое. Или, может быть, у нее просто не было другого выхода? Я как-то смотрела один фильм. Там говорилось, что волки живут не больше трех лет. Эээ, волки? Она неожиданно сменила тему. Но ослы живут и по 9 лет. Ослы, волки, что-то я не совсем понимаю, к чему это ты. Ослы живут дольше, потому что приносят пользу. Вот и все. Она произнесла эти слова равнодушно, глядя в окно. Наверное, но и волки приносят пользу-то на самом деле. Так она пыталась заставить себя смириться со своей судьбой. Мы продолжали ехать по 21-му шоссе. В свете фар начинали плясать белые снежинки. Сперва мерцали едва заметные искорки, но с каждой минутой снег шел все сильнее. Что-то случилось? Можно и так сказать. Снег пошел. Дорогу постепенно заносило снегом и, видимо, становилось все хуже. Только этого нам не хватало. Я сильно сомневался, что у нас была зимняя резина. Если так пойдет и дальше, ехать станет опасно. Интересно, тут бывают сильные снегопады? А? Просто если снег повалит еще сильнее, нам придется не сладко. Такая дорога была относительно нормальной. Но не удивлюсь, если дальше будет гололед. Я начинал жалеть, что на курсах нам мало рассказывали про цепи. Противоскольжение, выжидая в вождении зимой. И вождение зимой. Так ты не знаешь? Мы недалеко от Сагика Хары. Да, ты мне уже говорила. Что меня интересует, так это сильно ли здесь снегопады? Я не знаю. Она ответила немного растерянно. Мне было слегка непривычно слышать подобный ответ. Она прекрасно разбиралась с дорогой, узнала все об этой машине. Чтобы я не спросил, она всегда знала ответ. Мне почему-то казалось, что и на этот вопрос она должна была ответить, не задумываясь. Ну ладно, просто постараюсь вести аккуратнее. Угу. Мы были на берегу озера. Оставив машину возле дороги, мы спустились к воде. Белые снежинки, кружаясь порывок ветра, рассыпались по поверхности замерзшего озера. Она неспешно шла к озеру, как когда-то шла навстречу волнам океана. Как думаешь, сможешь ли ты легко умереть в этом озере? Ого, здесь это должно быть проще, чем в океане. Это с чего ты так решила? Так ведь в океане вода соленая, и телу легче держаться на плаву. Да уж, это ты верно подметила. Я не мог понять, шутку она это говорила или всерьез. Может быть, она и сама этого не знала. Задумавшись на мгновение, она продолжила идти. А значит, ты не остановишь меня? А разве ты хочешь умереть именно сегодня? Нет, не думаю. Интересно, сколько оставалось до Вадзе? Не то, чтобы я так сильно хотел там оказаться, но все же. Мы бесцельно скитались уже несколько дней. Сейчас наше путешествие наконец имело хоть какой-то смысл. Она стояла возле воды, и сильный ветер раскачивал ее длинные волосы. Мне не пришлось ее останавливать. Думаю, она чувствовала то же, что и я. 27 января, шоссе номер 8, шоссе номер 1. Теперь возвращайся на первое шоссе. Понял? Мы ехали на юго-запад в 8-му шоссе, и сейчас снова свернули на первое. Согласно моему штурману, мы направлялись в сторону кусаться. У нас пока хватает денег? Ага, еще примерно 30 тысяч января. С тех пор, как мы купили новую одежду, деньги мы тратили только на еду. А что? Может, тогда поедем по скоростному шоссе? Зачем? Разве мы не можем ехать только обычными дорогами? Ну, можем большую часть пути. Но в итоге нам все равно придется воспользоваться платной дорогой. А, понятно. Это чтобы попасть на сам остров? Я не очень хорошо знал подобные вещи, но кое-что вспомнил. Чтобы попасть на остров Авадзи, нам нужно будет пересечь мост. Сетта Ахаси. По-моему, он так называется. Вот тогда нам в любом случае придется заплатить. Да, сворачивай на объездную дорогу возле Каркусацию. Хорошо. Следуя ее экструкциям, через разведку Сетта я выехал на скоростную Мегастро Мэйси. Эта дорога была действительно куда лучше тех, по которым нам до сих пор приходилось ехать. Здесь не было ни светофоров, ни слепых зон. Даже новичок, вроде меня, мог чувствовать себя весьма комфортно. Конечно же, в таких условиях достаточно любителей погонять. Поэтому поначалу я старался держаться в левом ряду. Позади послышался мощный рев мотора, и мимо нас с невероятной скоростью промчался в спортивный седан. Ого, вот это машина! Мы машинально обменялись гадами, и я заметил, что она выглядела чуть оживленнее, чем обычно. Ее некогда равнодушный взгляд сменился явным любопытством. Я на нас неподдельным интересом смотрел на проезжающие мимо нас автомобили. Похоже, ей действительно нравились автомобили. Я указал в сторону промчавшегося мимо нас спортивного купе. Эй, кстати, а что это за машина была? Ну, мне просто интересно. Тойота, Солица, ВТС. А та, что сейчас нас обогнала? Ситроян, Ксара. Ого, ты неплохо в них разбираешься. Честно говоря, я не знал, была ли она права или нет. Но мне просто было приятно ее слушать. Хотелось нарушить ее молчание хоть ненадолго, поэтому я продолжал спрашивать. Та синяя, Мазда Энуса, Красная, Альфа, Ромео. Она продолжала произносить название проезжающих мимо автомобилей. Готов поспорить, ты не знаешь, как называется вот та машина. На сей раз я слегка схитрил и выказал на грузовик. Мне показалось, будто оно слегка растиралось. Значит, в грузовиках ты все-таки и разбираешься. Ниссан Атлас 10. Ого, невероятно! Хотелось просто подразнить ее, но я и не подумать не мог, что она и в грузовиках разбирается. Да уж, такими познаниями не каждый может похвастаться. Разве? Конечно, по-моему, тут есть чем гордиться. Она ничего не ответила, а я заметил легкий румяниц у нее на щеках. И вправду нравятся машины. Слушай, а не хочешь попробовать сесть за руль, когда мы доберемся до острова? А? Но у тебя нет прав. А тебе не понадобится? Мы можем найти какой-нибудь безлюдный пляж, где тебе никто не помешает. Думаю, по дороге к Авадзе, да и на самом острове, можно без труда найти подходящее место. К тому же в этой машине была ручная коробка передач. И я чувствовал, что ей это может еще больше понравиться. Если хочешь, я научу тебя водить. По крайней мере, постараюсь. Я ведь и сам новичок. Хорошо. Ну что ж, а следующую главу мы будем читать уже в следующей серии. Всем огромное спасибо, кто смотрел. С вами был Айс, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok